Привет! Самой громкой историей этой недели стали, конечно, обыски у заместителя главы антикоррупционного подразделения МВД полковника Захарченко. В ходе этих обысков в квартире, которая принадлежит его сестре, была обнаружена валюта общей суммы в 9 миллиардов рублей. Сам полковник утверждает, что ничего об этих 9 миллиардах наличными не знает, впервые их видит, да и вообще в этой квартире никто не живет и не бывает. И это вот лишнее доказательство того, что за недвижимостью нужен глаз да глаз, а не то ковры покрываются пылью, тараканы заводятся, и вот кто-нибудь обязательно подкидывает 9 миллиардов. Лично для меня вполне очевидно, откуда в данном случае взялись эти деньги. Это общак домовых. Раньше домовые хранили пропавшие ложки каждой у себя отдельно, сейчас же у них сильный профсоюз, поэтому они продают все украденное у людей на авито, а потом относят деньги к полковнику Захарченко в пустую квартиру. И этот Захарченко, обратите внимание, заместитель главы ведомства, а глава этого отдела на работу пока так и не пришел. И вот не думайте, не думайте, что это значит, что он как-то замаран в какой-то там ведомственной коррупции. Это русалки. Русалки утащили его и пытают, где остальные бабки домовых. И если вы решили, что эта версия недостаточно правдоподобна, посмотрите на версию комсомольской правды. Там считают, что полковник собирал деньги на русский майдан. Чтобы вы понимали, 9 миллиардов это такая сумма, за которую можно просто купить какую-нибудь площадь и поселить там людей с палатками навсегда по праву собственности и с пропиской. Иван Петрович, русский майдан, строение 1, палатка у котелка номер 3. Кроме того, у отца этого полковника также нашлись еще 22 миллиарда рублей на счетах в Швейцарии. Наверное, семья Захарченко планировала устроить революцию еще и там. А еще на этой неделе в рамках ставших уже традиционными фотосессий в странных местах и обстоятельствах Владимир Путин и Дмитрий Медведев ходили по озеру Ильмень. Ну, точнее как. Медведев шел по берегу, конечно, а Путин-то давно ходит прямо по воде. И набрели таким образом наши герои совершенно случайно на рыбаков, а затем присоединились к их трапезе. Если не ошибаюсь, то здесь будет такой клев, что ты забудешь все на свете. Идет Путин по озеру, видит впереди людей в униформе. Рыбаки, подумал Путин. Так точно, подумали рыбаки. Трапеза также совершенно случайно происходила на специально выпиленных бревнах и специально одинаковой посуды и под прицелом телекамер. Чтобы вы понимали уровень случайности происходящего, Путин с Медведевым на рыбалке пили чай из фарфоровых чашек. Это было настолько неуместно, что если открыть в Википедии статью «Неуместность», там будет эта фотография. Они бы еще женщину на рыбалку взяли, ей-богу. А, ну да, они и взяли. Не удивительно, что после всего этого уха у Медведева оказалась без рыбы. Какая рыба на такой рыбалке? У меня ни одного куска рыбы нет. Да в чем проблема, Дмитрий Анатольевич? Вы же человек продвинутый. Пошел, наловил покемонов, покрошил в уху и обед готов. У нас с вашими индексациями скоро полстраны Пикачу в собственном соку питаться будет. Вот и вы не отставайте. А еще на этой неделе, на день города Москвы, Путин фотографировался с невестами на Красной площади. А буквально недавно выяснилось, что это тоже ФСБшники. Ну нет, не ФСБшники, конечно, но невесты ненастоящие. Это девушки из экскорт-услуг. Одна из девушек сама в инстаграме пишет, что это ненастоящая свадьба, а оплаченное выступление. В общем, дурят Путина как могут. Кругом одна фальшь. Зато теперь стало понятно, почему правительство у нас так плохо работает. Там, наверное, тоже министров изображают какие-то парни из модельного агентства. И окружение у них бутафорское, ненастоящее. Чемоданчики у каждого министра, такие пластиковые, запаянные, ноутбуки для малышей, которые нажимаешь на кнопочку, детская песенка играет. И растения тоже искусственные, а под ними ФСОшники сидят и подсказывают, кому чего говорить. Даже корги у Шувалова на самом деле плюшевые, ненастоящие. И на выставках все это, конечно, видят, но все равно дают им награды, потому что знают. Это корги, кого надо корги. Потому что у нас в России ценности такие, ничего никому не нужно. Все может быть бутафорским, кроме наличных в обувных коробках. Да и те, я думаю, довольно быстро подменяются на билеты Банка Приколов. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте ставить лайки к этому видео на Ютубе и в других социальных сетях. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю. Я скажу, что президент-то должен быть у нас такой. Нужно, чтобы был он зрелый и чтобы был он молодой. Чтобы был он худощавым и немного толстобок. Главное, чтобы был высоким. Только чтобы невысок. Чтобы мужиком был нужно. Чтобы платье он носил. Не любил, чтобы Эрдогана. Эрдогана, чтобы любил. Продолжение следует.